Часть пятая про машину. Когда вы слышали, как говорили, да это газель, да это то такое, да никогда не проехать, не доехать, вы это все слышали, какие у нас переговоры были? Почему вы не склонились на ту сторону? Я как-то всегда вам доверяю. Я вам доверяю. Ну доверять-то тут я не шофер. Так, скажите, дорогой у вас какие ремонты были, где, в каком месте, во что это обошлось? Мурманский стартер полетел, рассыпался целиком, потом пробило две свечи, провода поменяли, стартер обошелся с ремонтом пять тысяч, пять, пять. Ремонт, стартер, а это ни за что 10 тысяч, даже вообще. Тот стартер, когда он сняли, подъехали к нему, а уже стало так, что мы стали, куда не подъедем, даже на заправку, раз, а завести машину не можем. И что? Машина не заводилась уже. А, не заводилась. Я брал монтажку, открою, постучу, щетки подскочат туда, видать, в гнездо, раз, заведется. Когда он его разобрал, а там, кажется, и вал сломался, и бендикс полетел, и втулки разбиты на этом. Он говорит, ну, я сам вижу, я же не первый, вижу, что это груда металлолома. И мы поехали, он нас сам этот взял, электрик, на свою машину посадил, свозил в город, нашел магазин, купил современный, не такой стартер, а новейший стартер, который зимой хорошо заводит, роторный называется. То есть она у нас прошла, как хороший медосмотр. Да, да. А вот ТО проходила, ее поднимали, протягивали, везде проверяли, все. И он тут же поставил нам этот стартер, все сделал, и мы поехали. Как масло меняли? Да, да. Сколько раз? Один раз. Один раз. И там, вот сейчас поменено масло, сейчас... Ну, сейчас. Я же перед отъездом, когда Виктор Николаевич поменял, как раз перед отъездом везде, все. Так. Мы проехали по 10 тысяч, когда подошло, мы поменяли. Так, теперь, рессоры вы решили поменять, не зря поменяли? Не зря. А? Не зря. Не зря. Она ровненько сидит и жестко. Вот мы грузили по 32 комплекта, и даже не чувствуется, что просела. А 32 комплекта это вес. Ну, понятно. Значит, а зал, там какой передний, вал этот был отключен у вас? Кардан, да, кардан я снял машину. То есть, он кардан у нас выращал несколько раз, где мы застревали. Вообще вылезти никого нету, мы подсоединили, ну, ребята подсоединили, и сразу она рванула и пошла. Да, так она с передком, конечно. Вот у нас в машине лежал. Вот поэтому такую машину, это посоветовал, которая помогала вам. Эта машина, знаете, она машина все-таки не для дальних расстояний. Она вот по месту, она хорошо, она проходимая, там, грузоподъемность у нее, все. А вот далековато, конечно. Это последнее, все. Но она себя оправдала. Я скажу, таких машин, чтобы на благовестие она прошла, там, 130 тысяч километров-то, у вас такой счетчик, да? Да, 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 то трудно найти, да с такой вестью, от востока до запада, от юга на север. И собака сколько проехала в этой машине. Урагана уже в книгу этих. Гиннесов. Гиннесов, да. Действительно, на благовестие, чтобы собака проехала столько километров, и не просто проехала, а... Всю Европу объехала. Да, и всю Европу. И Россию всю. И всю Россию. Да. И захватить мусульманские страны. Так вы не забудьте, я вам сдам все эти тугрики. У вас там бывает народ как-то, то ли обменять, или как-то. Польские там у меня, белорусские, они у меня никуда нет. Вы все возьмите у меня, пожалуйста. Я куда с ними. А у нас накопилось там. И кто-то, если вы разберете, какой, где, кто-то куда-то поедет, кому-то подарил, кому-то сдал, кому-то обменял. А у нас-то тут никуда. Мы уже все, это последняя поездка. Вы с меня такой груз сняли, знали бы, как я вам благодарен. Спаси Христу. Помолились как? Теперь для меня главное, это платина. Дети благополучно. Лагерь закончился. Повреждений не было. Потерь не было. И слава тебе Господь. Детей развезли. Здоровые все. Радостные. Родители все благодарные. Было всякое раньше. Нынче все как вот по одной нитке прошло. То ли это уже мой конец пути, и Господь дает мне насладиться здесь, этой жизнью. Очень благодарен Господу. И столько сделали полностью. У костра все заменили. Что там было. Вы были-то еще не новые, стояли там, высокие такие, да? На костре-то были там высокие сооружения. Ну да. Да. Мы это все убрали до конца, сломано было. Все. Заново сделали, теперь только невысокое. То все убрали, и заново полностью сделали. Там на костре-то сгнило все. Там все это. Ну вы увидите, там найдете. Вам придется смотреть не одну минуту. Это я смотрю. Хорошие беседы тогда были здесь с Андрусенко, со Степаненко. Ну да, я сам разговаривал с ними. Значит, на этой машине по нашему Алтайскому краю еще можно ездить. Конечно. Она просто, вот если хорошо едешь при хорошей скорости, да? Ну, часа, ну, приходилось по 4, по 3 часа, то есть не сбрасывать. Вот идешь 80, 90 там. Самое, самое большее за сутки сколько вы проходили? Вот, ну, больше 1000 километров. Мы отъездили на Восток 13 дней, у нас в среднем обошлось по 1030 километров. Ну вот тут... На каждые из 13 дней. Ну вот тут 1200. Последний, последний рывок. Вот я кое-что у вас уже узнал. Потом я составлял целый список, что не забыть. А когда выехали, я посмотрел, про святую воду-то еще не написал. Три бутылки, я из дома привез. Брат Сергей взял с собой. Я это не знал. Мы сразу брали. И Библии у нас с собой были. И в планшете Библии были. То есть подготовлены цикликом были. Так, когда вы поехали... Это 4,23. Да, уже. У нас в 5. Да. На обуться надо будет. Помыть ноги нам. Братья-то ваши интересовались, как насчет финансового снабжения дорога-то? Они же не в курсе? Я сразу им по 50 тысяч отдал для сохранения. Для сохранения. Ключ второй от машины отдал, чтобы у кого-то у Валерия был. Если где-то что-то кто-то отстал, чтобы он свободно мог. А про финансы не протестовались. У старшего старшего. Все знали, что... Старший отвечает. Ну, все видели, что... Так, они не протестовали, что вы старший в группе? Не, не. Но они это признали официально? Ну, конечно. Ну, как бывает борьба за престол? Да нет, мы все-таки единодушны были. Вот во всех решениях мы коллегиально принимали. А что еще хотели бы рассказать мне? А то уедете, не расскажете. Инатий Ильич, сейчас, знаете, с дороги оно все сразу не вспоминается. Ну, ладно. Потерпите еще немного, дорогой поспите. Сейчас мы пойдем, через полчаса уже будем там. Кто-то придет, ответите на вопросы, мы это все запишем. И считай, что все. Ну, вы уезжаете, вам больше никогда здесь не быть. Почему? А? Почему? Да что, неужели думаете, будет? Я хочу приехать еще. Ну, а я сказал уже другим, говорит, человек уезжает навсегда. Ну, прости. Нет, я еще приехать хочу. Какой герой. Я хочу приехать еще. Ну, здесь вам есть еще посмотреть. Да. На то место, где вот. Ну, может быть, на будущее лето в лагерь сюда приедут. Да. Как Господь подобен. Нам помощники нужны. Да. У нас люди бывает, когда здесь работа всегда находится. Так, где дорога ехали, голубей видали, где нет? Ой, в голубей везде видели. А в одной монастырь дошли, так они и на руки, и на голову, и на плену. Нет, 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 я не про этих голубей. А эти, да, видели. Породистые. Вот останавливались там, у одного батюшки остановились, храм, отец Валерий, он тоже у нас книги взял и рассказывал, все такое, и рядом голубятия такая, огромная, как у вас. Голубей много-много там. Много, красивый всякий край. Значит, были моменты, когда вы только заходили, и вас уже признавали, откуда вы еще? Да, обидно же, знаете, как видно то, что... Ну, мы разговор же по-другому начинаем, не как свидетели иголы. Ну, видно, конечно, конечно, видно. А некоторые сразу говорят, а вот Лапкинцы, да, Лапкинцы, а там, а тут же компьютер под руком, там, пришли в библиотеку, она сразу раз, чук, нажимает, опа, ролик включает, и все, и начали слушать ролик уже, про все забыли. Уже забыли. Как мы были, грузинская таможня, и они вскрыли, мы стоим там, там уже дождь идет, ну, нам документы-то отдайте, а они кино смотрят там наши, ролики, фотографии. Улыбается, довольная. Интересно было, в Азербайджане один, ну, привязался там на таможне, молодой-то. И у меня маленькая была ватка, на иконке и ватка, от миротащивая икона. А что это такое? Ну, мы сказали, отдай мне. Митульманин, то ли больной, то ли еще, я его дал. Так он сапог, сапоги наши, а ну, переверни, я потрес. Вытащить стельку там, показал все, что-то еще не искали, не знаю. Мы еще перед этим заехали в Армению-то. Вот они нас из Армении. А были ли в КГБ там у них? А не было ли какого вам поручения? Да нет, мы несколько часов выехали у Сивана в озеро, где 40 святых мучеников-то там ночевали и все. Они замучились с нами там, или они с нами. Ну, все, тогда готовимся. Спасибо, Христос, Александр Сергеевич. Пойду ноги обмою. Знаешь, Тиханович, вот я почему-то всегда стесняюсь, когда меня по имени-отчеству зовут, я сразу стесняюсь. Давай, пойдешь. Слава, Христос.